всем привет меня зовут алексей антонов вы находитесь на моем youtube канале и сегодня мы с моей позиции с позиции человека который немножечко так увлекается экономикой будем разбираться с войной на украине а именно когда она закончится и как дальше украина будет рассчитываться по своим долгам я попросил моих дорогих аналитиков немножко отвлечься от их рутинной работы по анализу разных акций и помочь мне собрать информацию о том кто и как и в каком количестве помогал украине я имею ввиду финансово кильский институт мировой экономики никак с килькой кстати это не связано посчитал стоимость оказанной украине помощи и это получилось на секундочку 113 и 1 миллиард евро из них большая часть порядка 47 миллиардов евро военной и гуманитарной помощи они получили от соединенных штатов америки и около тридцати четырех миллиардов евро с различных институтов евросоюза например таких как еврокомиссия европейский фонд мира европейский институционный банк и разных других крайне сомнительных организаций если мы также будем учитывать вклад таких замечательных международных организаций как международный валютный фонд европейский банк реконструкции и развития группу всемирного банка то суммарное количество обязательств которые сейчас есть у украины уже начинает достигать 129 миллиардов евро ну и отдельно стоит упомянуть что в эти цифры не включены пожертвования частных лиц то есть то что проходит мимо официальной статистики там цифра может быть вообще любой давайте с вами вместе посмотрим на диаграмму вот тут видно что соединенные штаты выдали некие гранты это не совсем те гранты которые дают в университете за интересные научные разработки это называемые гарантии под определенные целевые вещи например под вооружение и также синеньким мы видим что тут займы ничто просто так никому не выделяется за все придется расплачиваться и все придется рано или поздно отдавать европейские институты они выдали в основном займы кстати обратите внимание единственная страна которая прям хорошенько дала украине свопов валютных так называемых это когда центральные банки меняются кредитными линиями условно в польше зачем-то будут гривны кому не там нужны а украина может чуть-чуть попользоваться польскими злотами так называемыми вот вот такой вот вариант помощи ни много ни мало целый миллиард евро польша свопами выдала украинцам полякам было больше нечего дать поэтому мне открыли злотый своп надо понимать важный момент когда соединенные штаты отправляют на украину денежные средства через гранты на свое же вооружение по сути дела эти деньги не покидают территории сша более того это практически наглый дербан американского бюджета со стороны истребиного крыла демократической и республиканской партии они в данном случае действуют связки смотрите на деньги налогоплательщиков сша мы типа помогаем украине но на самом деле деньги сразу же уходят местные соединенные штатовские впк где успешно зарабатываются правильными людьми вот что такое эти замечательные 30 40 50 да сколько хочешь миллиардов евро это все из американского бюджета в карман американских элит никакой помощи на самом деле тут нет надо чем-то ракеты оплачивать в чем удобство взаимодействия больших и богатых стран с маленькими и не очень богатыми но зато весьма весьма коррумпированными когда у тебя есть долларовый печатный станок ты можешь напечатать много денег это не сильно повлияет инфляционно на твою собственную экономику и на благосостояние твоих граждан поэтому можно печатать много денег и за эти деньги что-нибудь вкусненькое покупать мы например увернулись от той самой ситуации которая происходит на украине и во всех других зонах интересов соединенных штатов где никто не мешает вот пример так сказать набивший оскомину михаил ходорковский компания yukos которую он хотел продать западным нефтяным гигантам до этого за бесценок приватизировав у россии соответственно ты сначала получаешь от государства условно практически в дар невероятно большую компанию если что yukos это текущая роснефть игоря сечина ты сначала ее получил без особых денег а потом думаешь блин как классно было бы выйти в кэш за огромные огромные деньги в долларах доллары тебе напечатают соединенных штатах хочу сказать этому гребаному обами никакого тебе yukos за напечатанные бабки михаилу борисовичу по моему ходорковскому вовремя дали по рукам и сделать это у него не получилось покупать на украине все что заблагорассудится любому американскому бизнесмену проще простого после 2014 года то есть после майдана именно по такой схеме напечатанные доллары на реальные предприятия есть такой британский колумнист блумберг нил фергусон очень известный написал много исторических книг и вообще довольно крутой чувак вот своей недавней статье в блумберге он как человек который по сути дела выражает некую британскую часть истеблишмента то есть британское мнение он рассказал о военном конфликте россии и украины с позиции того что запад уже победил то есть достиг своих задач экспорт весь поломали взаимоотношения поломали санкции наложили нас европы поссорили в хлам военные поставки идут с точки зрения запада текущий статус-кво это уже победа почему запад считает что он победил я просто объясню на более понятных примерах если бы россия проиграла то есть предположим фантастический вариант зеленскому прилетели помогать инопланетяне выдали волшебный бластер и он взял этом продавил фронт москва пала и после этого в нем сменилась власть навальный сбросил оковы и побежал продавать в европу дешевые ресурсы штатам это супер невыгодно соответственно для них поражение россии именно военное такое же как поражение киева это два минусовых совершенно варианта для них текущий статус-кво постоянное наращивание поставок постоянные долги которые только копятся 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 давление на европу потому что нет ничего для штатов хуже чем нормальное экономическое взаимодействие двух огромных экономик россии и германии вот пока этого всего нет штаты супер happy поэтому они считают что войну по сути дела они уже выиграли вот это вот стоя как бы немножечко сбоку военно-промышленный комплекс очевидно это точно такой же бизнес с некоторой спецификой заказы поступают когда кому-то нужно оружие когда кому-то нужно ракеты танки и самолеты и так далее то есть помимо того очевидного факта что война это супер выгодно точно так же как для обычного производства тебе надо постоянно работать со складами нужно чтобы те производственные линии которые тебе стоят были постоянно загружены произвел отгрузил произвел отгрузил тебе нужны новые новые заказы расширяешься ты только тогда когда где-то становится жарко когда везде тихо и спокойно у тебя копится продукция на складах это просто тупо невыгодно для тебя вопрос начать конфликт простимулировать конфликт чтобы где-то что-то запылало это вопрос огромных денег для некоторых бизнесов это просто вопрос выживания ну государство же не вечно тебе будет деньги одалживать у тебя чтобы заказывать поэтому для всего американского пока и немножко для европейского он просто микроскопический война на украине это прям манна небесная это возможность скинуть все свои старые запасы заказать новые причем весь мир теперь доказал друг другу что войны никуда не делись они не остались где-то в прошлом веке они продолжаются соответственно планы производственные и деньги которые на это все будут выделяться выглядит теперь совсем иначе если до этого это было вот столько сейчас это будет вот столько вот столько вот столько вот столько потому что война никогда не заканчивается когда вопрос войны и мира стоит для тебя сотни миллиардов долларов что только не сделаешь для того чтобы война продолжалась Когда закончится война? Когда это перестанет быть выгодным? Выгодным для военно-промышленного комплекса США это не перестанет быть никогда. Они просто могут дозлить свое население бюджетными тратами настолько, что их же политики начнут потихонечку переламывать решения в сторону мира. До этого это слишком сладкая тема для ВПК, для спецслужб, для их Министерства обороны, потому что больше бюджетов, больше возможностей, больше агентуры, больше предприятий можно себе забрать, то есть больше всего больше. Эта война началась из-за денег, продолжилась еще большими деньгами и закончится она только тогда, когда Украина, как проект, потеряет для США всю свою рентабельность. Нам же с вами остается только работать и постараться сделать это настолько же эффективно, как получается у этих ребят. Шутка ли? 131 миллиард евро. С вами был Алексей Антонов. Спасибо, пока! Субтитры подогнал «Симон»!